всем приветики сегодня у нас 12 февраля у меня второй выходной и у нас продолжаются боевые действия насчет парковочных мест вот у меня сегодня выходной кури уехал на моей машине а вчера он поставил машину вот сюда на вот это вот место на вот это вот вот сюда и значит вечером начале восьмого нет в начале девятого в ром слышу брелок пилик 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 я подхожу к окну и я так понимаю хозяин вот этой вот машины вот пинает мою по колесам мой ланос я открываю окошко я слышишь ты что-то там распинался ли ты чё делаешь вообще а его жена за рулем на этой наверное машине было темно ну раз он поставил сюда значит это его место он так считает раз эта машина здесь появилась ее не было с утра значит жена его пытается припарковаться причем она вот здесь вот вдоль так и не смогла поставить машину у нее наверное настрой только вот до это место и больше никак непонятно как боком раком поставила машину прям впритык впритык сюда и вот так вот криво я боялась что она заденет ланос ну нет вроде нормально не задела даже если моя машина стоит вот тут поставь параллельно дальше параллельно дальше машины даже ночью не было не стояла машина трактор гудит то есть места для парковки достаточно здесь была дырочка там дырочка была вот там вот я ставила вот там вот в начале там один начать кио другой subara две машины два внедорожника вот кто-то из них написал мне записку и с кем-то из них я уже имела беседу вот но они поняли что если место будет свободно я буду ставить везде они вроде кулюторные вернее один кулюторные сильно не наезжал вот но вот этот вот вот этот вот тут такой в такие вопли были он так орал я что-то смогла записать вот потом он какая квартира ты-ты-ты я хочу не бояться то я сейчас поднимусь и поднимайтесь он с нашего подъезда баба что там за руля выкрикивала мы 5 лет здесь живем и 5 лет сюда машину ставим вы откуда тут взялись вот вы понимаете да они 5 лет живут они 5 лет ставят и капец вот у капец все это их место и куда деваться тем более у того машины две видите даже следы ставят вот так вот не вдоль вот так вот машины а поперек то есть там где стоят две машины может стать четыре или пять и они тут оккупировали места вот мне хозяин этой машины сообщать и пойди с ними договаривайся чтобы они ставили по-другому почему я должна с кем-то договариваться я что должна стоять на улице целый день и ждать когда кто-то приедет потом говорить вы ставьте пожалуйста не поперек машина вдоль вот я поставлю вдоль в рядок а вы поставите дальше что за ерунда мне пишут и в комментариях мне пишут и в сообщениях везде я разговаривал на работе с ребятами муж разговаривал с мужиками на работе нигде такого нету раньше где мы жили во дворе приехал дырочка есть поставил все нормально почему в этом дворе все не так почему тут военные действия какие-то за эти парковочные места я не понимаю так что скорее всего вот это вот пенальщик было темно еще раз повторяю машину не видела сейчас я включу вам то что я успела поснимать вечером когда они были тут внизу и потом поднялся он наверх почему-то запись оборвалась до конца разговора не слышно камеру мою никак не сделают уже прошло три недели вот после их звонка хотя сказали дней десять ладно будем ждать вот ну хотя бы что-то на телефон записалась я поставила в одно место там один придурок ставится поставила в другое место другой ставит мне куда машину ставить я здесь живу ну и что теперь делать мне куда машину ставить скажите я поставлю я иду иду я слушаю вас ну понимаете вы это начали это не я начал я начал да вы начали бить мою машину ну потому что я хочу узнать кто стоит ну на момент который я постоянно ставлю машину мое место вы знаете как оно называется мое место давайте сейчас не без этого мое ваше вот именно потому что я уже сюда ставлю машину давно мне все равно у тебя ставите машину там будет стоять машина когда будет место свободное там она и будет стоять именно вот здесь она будет здесь стоять и там в любом месте вы это место не покупаете почему вы не можете определить я не говорю что я покупал это место почему вы не можете определиться с местом где-нибудь постоянно ставите машину она нужна везде у вас в вашем подъезде у одного места у другого места есть место можно допустим договориться с Вот рядышком машины стоит У него же буквально Место там есть метр два Это смешно звучит Вы что покупали Три машины в квартире Сейчас машину дают Еще одна появится Вот посмотрели Такие пирожки с котятами Ешь они мяукают Но пока машину мы здесь ставить не будем Почему? Объясню Потому что там Коля выезжал Сюда я еле поднялась На горку на подъем Здесь нормально хорошо Но на выезде там ужасная каша И вот там выезжал он Там здоровый трамплин И утром я смотрела даже в окошко Я смотрю он застрял Смотрю буксует и видно по сигнальным фонарям Значит он застрял Потом смотрю фонари эти погасли Думаю ну значит уехал Оказывается нет Он мне потом перезвонил уже сегодня утром Говорит я сел на пузо Там большой здоровый трамплин Для нашей машины Для моего Ланоса В такую грязю-кумуляку Через него сложно перескочить И он нашел у меня в багажнике трос Зацепил И какой-то мужик его вытащил Все нормально Но пока вот такая вот погода Сейчас опять наверное маленький плюсик Сюда мы ставить машину не будем Заезжать не будем Потому что Каждое утро таскать что ли ее Вон магазин И возле магазина есть парковочные места Там машины я смотрю оставляют Там даже вон два подснежника я вижу стоит Прямо прям стоит Гулечки Где вы там летаете? Слышу вас Вот Вот так вот такие новости Ладно пошла А сейчас покажу вам туалет Коля вчера доободрал Добдирал Во Закрываем окошко Вот такой у нас туалетик Ободранный весь Коля все снял из потолка Я вчера ободрала стены С одной стороны С другой И сзади Коля здесь вот Додрал угол Додрал вот эту сверху плитку Снял Потому что мне В глаза все сыпется Я в линзах Это невозможно было делать Вернее сделать было возможно Но Бедные мои глазки Ну вот Туалет готов Под ремонт Не знаю Может сегодня с ним заедем В реку После работы он приедет И съездим Ладно Будет видно Снова прилетела синичка Вон она видите Сидит на веточке Поклевала немножко Ну давай еще 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 Бери что-нибудь Молодец Молодец Лена вам нашла семечки Свежие Она наверное Как-то берет ее там Эту семечку И на веточке Клюет Вон еще одна синичка Прилетела Вот Давай Давай Я прямо в крышечку им сверху Насыпала семечек Вот так Вот чтобы вам удобненько было Схватила Улетела Вот это мне нравится Прям вот под окнами Прям Рядом Рядом Смотри на птичек И они тебе рады И ты им рада Что она там делает Отвернулась Что-то Ты что там сейчас делала Непонятно Она расклевывает все-таки Берет семечку И там ее Расклевывают на веточке И не падает же у них С клювика А я сижу И открываю споры С китайцами Вот эти вот заказы У меня Которые сейчас Вот перед вами Были заказаны Наверное Месяца два назад Если не больше И раньше как Раньше когда не приходил заказ Здесь немножко Что-то по-другому Было написано Но по крайней мере Не было Как сейчас Получено подтверждение Раньше была другая фраза И я сразу видела Где я подтвердила Что я получила А тут якобы Я уже подтверждение сделала Это началось Не так уж давно Получено подтверждение Хотя я ничего не подтверждала И я ничего не получала И сейчас я сижу Открываю споры По всем этим позициям Это делается очень легко И просто Могу вам показать На одном примере Вот Хотя здесь получено подтверждение Но вот Где я подтверждала Действительно Вот такие вот Стоят графы Проверить отслеживание Добавить в корзину снова Вот это вот Я подтверждала Собственноручно Здесь же Немножко по-другому Здесь вот так вот Три графы Это высвечивается тогда Когда я не делала Никаких действий И значит Что я делаю Захожу Вот на эту вот кнопочку Нажимаю Открыть спор И здесь Что у нас появляется Это для тех Кто не знает Как это делать Вот здесь уже Я открыла спор Ведется спор Ведется Надо на каждую позицию Не на Весь заказ На каждую позицию Надо открывать спор Вот Доходим До туда Где у меня нет Фразы Ведется спор Нажим Снова Открыть спор И под Под этой позиции Это у меня Ободок Вот такая вот Не активно Нажимаю Ничего не активно И давайте посмотрим Я оплачивала 46 рублей На данный момент В магазине Этот товар стоит 40 рублей 70 копеек И они мне возвращают Не ту сумму Которую я оплачивала 46 рублей Все по-хитрому Вот А оплачиваю А возвращают сумму Вот эту вот 40 рублей Ну китайцы Вот Потом через переводчик Я такую фразу Себе перевела Я не получила заказ Я ее копирую И здесь вот Информацию Я вставляю Вставить И обязательно Он вам не даст Ничего сделать Обязательно Я ставлю точку Точку вручную Я вставляю текст И обязательно ставлю точку Иначе он не понимает Что здесь написано Не знаю почему Это я сама до этого дошла Все И отправить Ваше Желание вернуть Деньги Отправлено В 4 календарных дня Дается на то Что 4 календарных Ну короче 5 дней Получается 23 часа И потом вам вернут деньги Либо если вы получите За эти 5 дней Вы отмените спор Если вы Порядочный человек И тогда все будет по-другому А ну-ка давайте посмотрим Еще вот Открыть спор 65 рублей Я платила за Браслет Да За браслет 65 рублей Только возврат Проблемы с доставкой Гляньте 57 рублей Они мне Возвращают Вот Я платила 65 У них сейчас Она стоит 57 И они мне возвращают 57 рублей Ну что это такое И опять же Никакой возможности Поменять Вот Я пытаюсь Ничего она мне не дает Поменять Сумму возврата Не дает поменять Ну хотя бы Это Спасибо на этом Товарищи Китайцы И еще у меня есть Несколько заказов Которые я делала Буквально Перед тем Как узнал об этом Коронавирусе Все эти заказы Висят Никто их не отправляет Потому что там у них Сейчас все Позакрыто Наверное И магазины И банки И почта И все на свете Поэтому тоже Деньги оплачены Заказы висят Пройдет время И скорее всего Я буду возвращать Деньги назад Позвонил Коля Он у меня отработал Сейчас подъедет После работы Заберет меня И мы поедем Сначала в гараж Потом поедем В реком Надо покупать На туалет Обои Всякие там Ремонтно-отделочные Материалы Так что я собираюсь И пошла Правда не знаю Кто за рулем будет Я бы предпочла Чтобы он меня покатал Вот смотрите Что здесь на дворе Происходит Двор очень узенький И вот везде Здесь стоит тренога Здесь когда нет машин Здесь лежат колеса Вот то же самое Там то же самое Просто Какой-то Двор оккупантов Ну ладно Мы тут уже не ставим машины Ставьте вы на свои места Но за домом-то Это кошмар какой-то Такое чувство Что люди Попокупали Эти земли Так Куда такси И теперь Управляют И властвуют Приехали к гаражу Коле не нравится Мой буксир Там какая-то Коротенькая веревка Не знаю где я взяла Наверное папа мне дал И сейчас сказал Я вооружу машину Чтобы на всякий случай Был нормальный буксир И было нормально Чем цеплять И да Так непривычно Ехать в своей машине На пассажирском месте Так прикольно Но мне нравится Тут нет моей лопаты Маленькой Коль Сейчас я под воду Спущусь Вот это вот длинная Я там буксир Видел Люба мой Сейчас я спущусь Под воду Ну спустись И лопата там моя Наверное в том гараже Наверное Это длинная Не влезет На Так Это так Вот на защелку Хоп За твою дырку А ты покажи Где у меня дырка Внизу Ну за что цеплять Да Ой Справа Слева А вижу Там можно зацепить Да Вот здесь Вот внизу Где остальное Вот У меня в кармане Если по дырке не подходит Можно на скобу Это На какую скобу Вот на эту Извините Это ваше Да? Можно ваше Все берите Все берите Если хотите Не Я просто Я подвеснул потолка Вот эти На боковых Чипотелях Там Полтора метра А тут у вас Не пилит Никак А давай А этим Можно А про Раскушить У машины Найдется А я пальцами Вот Ага Здорово Здорово Два Дни тут Один Отлично Все пополам Все пополам Только пополам Ну скажут. 155? Три штукки. По 155. Я к терминалу. Спасибо за помощь. А фонели какой длины? А фонели 2,70. Вот мне вот эта понравилась. Она такая, да. Ну нейтраль. Ну потом. Остальные все. Потом. Эти здесь резать не будет. Если знаете, размерю. Ну потом приедем уже, когда. Приедем уже, зная размер. Я уже рулеткой замерю. Вот и до. Понял. И посчитаю, сколько есть надо. Спасибо. Все, хорошего дня. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Нормально. Сегодня меня муж катает. На моей машине. Да. Тише, тише. Тише. Тише, тише. А сказали с добром. А этот один же остался. Вот, Василиса. А ключи-то дома. От гаража? Мать твою зовут. Ну все. Да, я в карман. Хоп. Все время носил. Ну все. Ну я завтра за тобой заеду. После работы заедем в гараж. А Васька умер. Ну второй черный год. Она его возила и лечить. Ты меня напугал. А Васька умер. Я думаю, вот и пробудит. Да. А Васька умер. Да, что? Вдров сегодня напилил и поехал домой. Тише, не бойся. Не бойся. Не бойся. Ты хорошая девочка. Я ему даю. Ты не погубить и не спросил. Ага, ага. Ага. Кто слышит? Кто виноват? Кто сразу садовистка? Я с работы заехал. Говорит, а ее дома нет. А он платье весит. Ага. А у нас закончилось первое блюдо. У меня были щи. И я купила большую курицу здоровую. Поставила варить Коли куриный бульончик. Себе из куриной грудки, из кусочка куриной грудки варю супчик диетический. Пюрешку варю. И в духовке та же курица запекается на второе. Пока еда готовится, я немножко помонтирую. Потом пойду в комнату. Я вяжу очередную игрушку. Хочу повязать вечерком. А вам скажу всем пока. Всех люблю. И до новых видео.